Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил Нкар ДimaTorzok Д lockdown Д Combat Дина Д floyd Дмитрий Димahr Д api Четыре раза прочитать по награде, как будто ты весь Кур'ан прочитал. Также имам Тирмидзи приводит этот хадис. То есть, какое достоинство этой суры, какая она великая, эта сура. Есть разногласия среди ученых. Эта сура является мекканской или мединской. Здесь два мнения. Некоторые из ученых считают, что эта сура была мекканская. Другое мнение, что эта сура Медония, мединская. Когда пророку Мухаммаду, салаллаху алейху ассалям, посирил, вы знаете, Мушрикун Курайш, то есть Курайши, это неверующие язычники, в чем только не хотели обвинить посланника Аллаха, салаллаху алейху ассалям, дабы боролись с его призывом, чтобы люди его не слушали. Но он ничего не брал взамен, не просил ни денег, ничего. Как Аллаху Субхану Аталию приводит, скажи, Мухаммад, я же не прошу вас за этот призыв, ни какой платы. Я призываю вас к Аллаху Субхану Аталию. И как только его, что только о нем не говорили. Говорили сахир, говорили он колдун, не слушайте его. Говорили он шаир, говорили он паэт, кахин, предсказатель, кадзаб, говорили, что обманщик и так далее. Но никак не смогли они остановить призыв Аллаха Субхану Аталию. Ведь Аллах Субхану Аталию говорит касательно послания к Аллаху Субхану Аталию. Он ни одного слова от себя не сказал. Каждое слово, Субхану Аталию, это было Это было откровение от Всевышнего Аллаха Субхану Аталию. И не знали, как уже остановить его. И сделали ему предложение. Сделали предложение пророку Мухаммаду, Субхану Аталию. Сказали, я Мухаммад, наабуду илаха кассана, ватаабуду алихатана сана. Давай с тобой договоримся о Мухаммад. Они сказали, сделали ему предложение. Один год мы будем поклоняться твоему Богу, то есть Аллаху. Один год ты будешь поклоняться нашим Богам, нашим идолу. Потом следующий год мы будем поклоняться Аллаху. Через год, то есть один год тебе, один год против, один год для нас, один год для тебя, один год для нас. То есть так хотели договориться с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и Аллах не послал эту сурку. Скажи, неверующее, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняйтесь тому, кому поклоняюсь я. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я. Вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою. Уважаемые братья и сестры, Субханаллах, здесь Аллах Субханаллах в этом аяте «Куль я югал кайферуму» «Скажи о неверующих». Неверующие, имеете в виду, ко всем неверующим относится. Ко всем неверующим относится этот призыв, который не верит в Аллаха Субханаллах, который не следует за посланником Саллаху Алейху Ассаляму. То есть скажи. И также отдельно здесь обращение, как бы пророк Мухаммад Саллаху Алейху Алейху Ассаляму, И в поддержку пророку Мухаммаду Всевышний говорит Скажи Мухаммад Я не поклоняюсь тому Чему вы поклоняетесь Почему? Посмотрите Потому что у неверующих Связь со своими богами Она слабая Очень слабая То есть у них какие-то есть выгоды В этой жизни То есть они Как Аллах говорит в Коране В судный день они друг другу будут проклинать То есть неверующий будет проклинать своих богов Их боги будут их проклинать То есть у них слабые отношения Со своими богами Как говорил Умар имен Хаттаб Когда мы были еще Во времена невежеств Когда были неверующими Мы делали для себя идолов из фиников А когда проголодались их кушали То есть своих же богов они кушали Из хлеба из теста делали Кушали То есть у них слабая Не так как у верующих Связь с Аллахом Он не меняет Аллаху Ни на кого Ни на что Поэтому Аллах в Коране говорит У верующих Они больше любят Аллаха Когда Аллах Когда касательно неверующих То что они Любят своих богов Но верующие Они больше любят Аллаха Субхану ва Тааля Чем неверующие Любят своих идолов И здесь вот Всевышний Аллах Субхану ва Тааля Повторяет Я не поклоняюсь тому Чему поклоняюсь вы А вы не поклоняйтесь тому Кому поклоняюсь я Я не поклоняюсь так Как поклоняйтесь вы А вы не поклоняйтесь так Как поклоняйтесь я Для чего Аллах Субхану ва Тааля Повторяет Здесь есть мнение Четыре мнения Ахлю тафсир Ученые тафсиры говорят Почему Аллах Субхану ва Тааля Повторяет То есть, для повторения. То есть, одно и то же повторяется. Первое из мнений, что это Это Аллах, Субхану Таля, специально повторяет это по несколько раз, чтобы люди, то есть, еще больше задумались, чтобы донести до людей. И в этом нет ничего такого. Как, например, в Суратар-Рахман, Аллах, Субхану Таля, почти после каждого аята повторяет Какую же из милости Аллаха вы после этого сочетете ложью. Или как в Суратар-Мурсалат Аллах, Субхану Таля, повторяет по несколько раз горе тем людям, которые сочли веру в Аллаху, Субхану Таля, в судный день ложью. То есть, Аллах, Субхану Таля, повторяет горе им горе. Или как в Суратар-Шарх После тяжести приходит легкость. Или как, Севышний Аллах, Субхану Таля, говорит касательно пророка Ибрахима, То есть один человек, Ибрахима, был как целая община. Отсюда, что мы с вами понимаем, то что если один человек как целая община, то есть этот человек, который поклонялся Аллаху. Но Аллах добавляет и говорит, То есть все вопросы касательно щирка закрываются. Если он был уммой, один человек, Ибрахима, искренне перед своим Господом, понятно, что он поклонялся Аллаху. Аллах добавляет и говорит, Субхану Ханиф был единобожником. Здесь уже конкретно закрываются все вопросы касательно многобожия щирка. И Аллах в конце еще говорит, Не было из числа многобожников, не было из числа язычников. Для чего Аллах столько повторяет лид-таакид? Как бы для конкретизации поставить печать, чтобы вопросы все закрылись. Также и здесь в этой суре Аллах повторяет, Я не поклоняюсь тому, кому поклоняюсь я, и я не поклоняюсь так, как поклоняюсь я. То есть Аллах повторяет лид-таакид, чтобы люди еще больше поняли и чтобы сделать некую конкретизацию второе мнение это не повторение имеется ввиду что то есть я не поклоняюсь тому кому поклоняюсь вы а вы не поклоняюсь тому кому поклоняюсь я то есть имеется ввиду сегодня потом Аллах говорит то есть и вы не поклоняетесь так как поклоняюсь я и вы не поклоняюсь так как поклоняюсь я имеется ввиду завтра на будущее то есть ведь они сказали один год мы будем поклоняться твоему богу то есть Аллаху следующий год ты будешь нашим богам поклоняться потом опять мы Здесь пророк Мухаммад дает ему ответы и говорит, сегодня я не поклоняюсь тому, кому поклоняюсь я. И также в будущем вы не будете поклоняться тому, кому поклоняюсь я, и я не поклоняюсь тому, кому поклоняюсь вы. Другое мнение, то что Третье мнение это То есть имеете ввиду Я не поклоняюсь Тому кому поклоняетесь Вы имеете ввиду Идрам И вы не поклоняетесь тому кому поклоняюсь Я имею ввиду Аллах Аллаху Субхану Ва Та'ала Я не поклоняюсь тому кому поклоняюсь Вы имеете ввиду тариqatikum, то есть я не поклоняюсь так, как поклоняюсь вы. То есть по этому пути не иду, по этому пути, то есть я не беру ваш вид поклонения. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ А вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я, имеется в виду شариعة, لَتَتَّبِعُونَ شَرِعَةِ Вы не следуете за моим шариатом, за шариатом Аллаха, سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى И также четвертое мнение مِنْ حَيْثِ فِعْلِ وَلْقَبُلِ То есть имеется в виду, я не поклоняюсь так, как вы тому, кому поклоняюсь вы, и вы не поклоняюсь тому, кому поклоняюсь я. Повторение здесь То есть لَا أَفْعَلُ وَلَا أَقْبَلُ То есть я этого не делаю, и я этого даже не приму. То есть, سُبْحَانَ اللَّهُ Как можно поклоняться Аллаху سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى один год, а потом на следующий год поклоняться чему-то другому? Нет. Верующий человек, он всегда поклоняюсь только одному Аллаху سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى И в этом нет никакой игры А у неверующих То есть они ему сделали такое предложение Им без разницы, какому Богу поклоняться Давай сегодня твоему, завтра и так далее Поэтому верующий человек, уважаемые братья и сестры Нас учит эта ссора То, что Всегда, чтобы у нас в сердце было Аллаху سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى Чтобы наши сердца были связаны с Аллахом только سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى В поклонениях И надеялись на Аллаху سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى И только у него дуа просили Только ему сядь это делали Чтобы человек при каких-то маленьких испытаниях Не менял Иляха, не менял Бога Только одному Аллаху سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى Всегда поклонялся Постоянно И сегодня, и завтра Поэтому мы всегда что просим дуа В Аллаху سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى Чтобы так как мы Проснулись с вами сегодня в милости Аллаха Поклоняемся одному Аллаху Одному سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى لا شَرِيكَ لَه Не предаем ему со товарищей Как Аллах سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى Сказал قُل Поистине моя молитва Моя обряд Моя жизнь Моя смерть Прилежит только Аллаху سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى И нет у него со товарищей Не поклоняемся мы Ни приближенному ангелу Ни Джибраилу Ни Микаилу Ни Сарафилу Ни Малеку Никому Ни посланному посланнику Ни Мухаммаду Салаллаху алейху ассалям Поэтому когда Ни Иисе Ни Мусе Ни Харун Никому Только Аллаху поклонение прилежит Поэтому когда Пробок Мухаммад Салаллаху алейху ассалям Умер Абубакир Радаллаху алейху алейху Сказал То кто поклонялся Мухаммаду Мухаммад умер Аллах Субхану ате Аля Сказал ИННАКА МАЙЙИТУН ВАИННАХ МАЙИТУН Мухаммад И ты Поистине ты умрешь Я не умру То есть все люди Все ИНКУЛЛУ МАНФИ САМАВАТИ ВАЛ АРДИ ИЛЛЯ АТИ РРРАХМАНИАМА Flox Все кто в небесах И на земле Все являются рабами Аллаха А МАЮБУД БИХАК То тому кому можно поклоняться Он один Аллах Субхану ате Аль То кто поклонялся Мухаммаду Мухаммад умер То есть он человек Аллах Субхану ате Аля Говорит сурата Мухаммад, скажи, я такой же человек, подобный вам. Но мне дано откровение. То есть я и посланник, но я человек. Аллах, Субхану А.Т.е. говорит, Он кушал еду. Мухаммад, Салаллаху Алисану, то есть человек ходил по рынку, то есть были у него некие свои домашние дела, что-то покупал, что-то продавал. То есть он человек, он не Иля. А тот, кто поклонялся Аллаху, поистине Аллах живой и никогда не умрет. Поэтому эта сура, уважаемые братья и сестры, нас с вами обучает не менять никогда ни на что Всевышнего Аллаха, Субхану А.Т.е. Поклоняться одному Аллаху, Субхану А.Т.е. И это то, что, по Салаллаху А.С. сказал, Мен кана Ахру каламаху, ла Иляха Илля Аллах, вауа Я'лям, дахалал Джанна. Тот, у кого последние слова были, ла Иляха Илля Аллах. И он знает, что это такое. Не просто говорит, ла Иляха Илля Аллах, поклоняется там чему-то другому вместе с Аллахом. Нет, он знает, что это, ла Иляха Илля Аллах. То, что имеется в виду, ла ма абуда би хаккинь илля Аллах. Нету никому ничего достойного, чтобы он поклонялся, кроме Аллаха. У кого последние слова эти были на устах, на его языке, они исходили в сердце, то есть. Он знает, что это такое. Ну, поэтому жил, по ла Иляха Илля Аллах жил. Все его действия, поклонения принадлежали только одному Аллаху, Субхану А.Т. И все эти четыре мнения, они все правильные, уважаемые братья и сестры. Ученые привели эти мнения. И все они макбули. И последний Майя Субхану А.Т. Скал, вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою. То есть, у меня своя религия, о неверующих, а у вас своя. Хотите, поклоняйтесь Финнику, хотите, поклоняйтесь Хлебу, хотите, поклоняйтесь Идолу, Солнцу, Луне, как часто меняют язычники своих богов сегодня одному Богу, завтра другому, послезавтра третьему. У вас свое поклонение, у вас свое. А у меня Алдин Аллах, Субхану А.Т. У меня своя религия. И здесь Всевышний Аллах, Субхану А.Т. Сказал, вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою. То есть, Аллах, Субхану А.Т. Не как бы какую-то новость раскрыл, не какую-то весть. А именно как Аллах, Субхану А.Т. Указывает, четко ставит на место, чтобы они поняли. То есть, я свою религию не предам. Я от своей религии никогда не откажусь. Например, как Всевышний Аллах, Субхану А.Т. Говорит в Коране. То есть, вы делаете, что хотите, но Аллах видит ваши дела. То есть, это, как Аллах, Субхану А.Т. в Коране говорит. Ждите, и мы подождем. То есть, имейте в виду, что хотите. У вас в своей религии. Кому, чему хотите, поклоняйтесь. Но Судный День, Аллах, Субхану А.Т. вас просит. Увидите, что будет с вами Судный День. Как в Коране говорится. У нас наши дела. У вас свои дела. Аллах, Субхану А.Т. Все видит, что вы делаете. Не думайте, что Аллах не видит и не знает то, что вы творите. Это не как новость какая-то. А именно как тахдид. Как бы Аллах, Субхану А.Т. То есть, делайте, что хотите. Но в Судный День увидите, что с вами произойдет. Если вы не поверите в одного Аллаха. Субхану А.Т. И здесь. Имеется в виду религия. И все, что связано. Властелин. Судного Дня. То есть, все, что связано с хисабом. Все, что связано с расчетом. И Дин. Религия. Это то, через что приближается Раб Аллаха к своему Господу. К Аллаху. Субхану А.Т. И здесь есть три караата. Три вида чтения. Рок Мухаммад, Саллаху А.С. читал. Также читал. И также читал. Все три караата. Субхану А.С. Но в нашем караате. В карате. А.С. Фире Ваит Хафс. Мы читаем. Лакум Динукум. Валия Дин. Это то, о чем хотелось сегодня рассказать. Просим Аллаха, Субхану А.Т. Чтобы дал нам баракат. Из того, что мы слышали. По Сунни. Не забывайте читать эти суры. Аль-Кафирун и Ихлас. В утренней. Два раката сунны. Утренней молитвы. В первом ракате. После Фатиха. Кулияю Аль-Кафирун. Во втором ракаате. Кулию Аллаху А.Хад. Также. Аль-Магреб. Два раката сунната. В первом ракаате. После Фатиха. Кулияю Аль-Кафирун. Во втором ракаате. Кулию Аллаху А.Хад. dûм. Если на умру. Два рака интернера. Пойдя на Хадж. После Тавафа. После Фатиха. В первом ракаате. Кулияя Аль-Кафирун. Во втором ракаате. Кулию Аллаху А.Хад. И так же. Аль-Витр. В первом ракаате. Если три рака'ата. Прочитаем еще раз суру Перевод Скажи, о неверующий Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь Вы, а Вы не поклоняйтесь Тому, кому поклоняюсь Я Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь Вы, а Вы не поклоняйтесь так Как поклоняюсь Я Вы исповедуете свою религию А я исповедую свою Инша Аллах До новых встреч Помилуйся Аллаху В понедельник Также 8 часов По московскому времени Встретимся на уроке Тафсира Следующие суры Баракаллафикум Всем вам баракат, благодать Пускай Аллах соберет нас вместе Так как собирает в этой жизни На поклонение, на благих делах Чтобы вместе нам всем быть В великой степени Рая жанна Берегите себя, своих близких Да Аллах соберет нас вместе Баракат Саламу алейкум В рахматуллахи Баракат